Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Калибр». Сегодня с нами в эфире российский политолог, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, автор YouTube-канала «Геополитбюро» Руслан Сафаров. Приветствую вас, Руслан. Мурат, рад видеть вас и приветствую всех ваших зрителей. Спасибо. Руслан любезно согласился побеседовать со мной на индийскую тематику. Индия – это страна, о которой стоит поговорить, тем более, что последние годы она демонстрирует, так сказать, увеличение своих амбиций как в экономике, так и в геополитике. Все мы знаем о том, что в 2014 году в Индии пришла к власти ультраправая партия Бхарати Аджаната, партия во главе с ее эксцентричным лидером Нарендри Моди. И вот для начала такой хотел бы вам задать вопрос, Руслан. Как вы считаете, с чем связан успех этой партии после, так сказать, довольно длительного пребывания во власти, более умеренного, так сказать, политической силы, более умеренной индийско-национального конгресса, который все ассоциируют, так сказать, с династией Неру Ганди? Чем обусловлена эта победа? Ну, Индия нуждалась в изменениях. Индия нуждалась в изменениях. Кроме того, надо понимать, что достаточно жесткие позиции, которые представляла эта партия, я имею в виду партия, собственно, Нарендра Моди, она пришлась бы ближе, что называется, к избирателям. Я должен сказать, что когда господин Моди был губернатором Гуджарата, ведь он же проводил достаточно серьезные реформы там. Это раз. При этом это штат, который граничит с Пакистаном, а для Индии и Пакистана, сами понимаете, это, так сказать, особая зона. И, конечно, очень серьезное было влияние его действий на Индию в целом. На Индию это производило впечатление. Сама идеология, которую исповедует господин Моди, ее многие обозначают как национал-социализм. Я сейчас поясню, это, конечно, не тот нацизм, который мы знаем там по Адольфу Гитлеру и всем этим негодяям. Здесь совершенно другая идея. Это идея некого такого справедливого, построения некого справедливого общества в рамках одного государства и так далее. Это очень сложная концепция. Здесь, наверное, вам потребуется все-таки профессиональный индолог, который этим занимается. Такие есть. Но в целом я должен сказать, что да, здесь линия, которую придерживался Индийский национальный конгресс со времен оплетения Индии независимости во второй половине сороковых годов. Здесь уже он сильно не работал. То есть было некое стопорение, было понимание того, что не дает эта партия, скажем так, того видения будущего, которое заслуживает индийский народ. Говоря об истории Индийского конгресса, надо сказать, что там много было этапов. Вы правильно сказали, что начиналось все это через Дживахарала Неру, потом была Индира Ганди, там был период очень короткий, Раджива Ганди и прочее. Там целая династия была, там Соня Ганди у них появлялась и прочее. Но проблема заключается в том, что индийцы подустали от этой линии. И эта линия, еще раз говоря, она перестала давать те результаты, которые они ждали. При Нарендре моде надо сказать, что Индия за эти 10 лет сделала очень серьезный рывок. Очень серьезный рывок. Именно поэтому в третий раз, вот он буквально недавно, в июне, был переизбран на третий срок. Народ просто чувствует, что есть определенные изменения. Поэтому в то же время, конечно, это имеется и проблема внутри Индии. Имеется и проблема, потому что вот этот индийский национализм, он, как вы понимаете, не всеми категориями граждан внутри страны воспринимается как объективное благо. У Индии есть серьезные проблемы, связанные с тем, что это действительно многонациональная страна, в ней проживают сотни разного рода народов. И те народы, которые мы говорим, ну вот там, условно говоря, малые народы Индии. Была, например, традиционная проблема с Тамилами в штате Тамилнад. Этот малый народ, это 60 миллионов человек, население Франции. То есть, в данном случае, да, это очень серьезные проблемы, когда они возникают. Кроме того, конечно, при Нарандре-Моде есть определенные проблемы, связанные с религиозными моментами. Потому что он, конечно, такой последовательный индуист. Он, то, что называется, индус. Многие все время, как граждан Индии, называют индуса. На самом деле, индус это тот, кто индуизм исповедует, так-то индийцы. Вот. Но для мусульман сейчас там не лучшее, как бы, время. Конечно, он пытается выстраивать какой-то диалог, но, тем не менее. То есть, как бы, это такая очень достаточно серьезная форма национализма. Тем не менее, там присутствует. Скажите, вот вы упомянули, что за 10 лет было сделано многое со стороны партии Моди. В экономическом смысле мы знаем, что Индия переживает экономический бум, сейчас экономический рост. Но все ли можно, так сказать, отнести к успехам именно Моди? Или в какой-то мере они пожинают плоды предыдущих политиков, предыдущей партии, находившейся у власти? Можно ли сказать, что что-то было основано еще ими, какие-то зачатки? Конечно. Если мы с вами будем говорить, например, о Бангалоре, то здесь, извините, это делось до Моди. Бангалор – это один из ключевых центров мировой IT-сферы. Это все закладывалось еще в конце 90-х. Я сталкивался с такой цифрой, что, по-моему, это был конец 20-х годов, что каждый второй программист в мире – это индийцы. То есть это все работа этого региона. Здесь вопрос, в чем заключается, что это наследие. Второй элемент, который является наследием, это, конечно, прогрессирующее сельское хозяйство. Индия входит в пятерку крупнейших сельхозпроизводителей на планете, это очень важно, потому что они там лидеры по производству риса, джута и так далее. Это пшеница, это серьезные ресурсы. Но в то же время очень серьезные изменения происходят, я бы даже сказал, в последние, наверное, лет 8. Почему? Потому что очень серьезный сейчас идет разговор о перестройке западного бизнеса в регионе Большой Евразии. Дело все в том, что расположение основных предприятий, как мы с вами все прекрасно знаем, запад размещал традиционно в Китае. Это еще со времен Дэн Сяопина, это традиция шли. Это огромный бизнес, который был выстроен, огромная экономика китайская. С учетом того, что особенно в период Трампа обострились американо-китайские отношения, сейчас очень серьезные разговоры ведутся о переходе потихонечку, перебазировании того же американского бизнеса, например, в Индию. И, конечно, это приводит к серьезному экономическому буму в стране. Индийская экономика в среднем растет по 7-8% в год. Учитывая то, что она и так сама по себе немаленькая, это огромные приросты. То есть, если мы с вами будем говорить о том, что экономика прирастает по 200 миллиардов долларов в год, но, извините, это так, Индия каждый год прирастает, не знаю, Узбекистаном. Но это немаленькие цифры. Поэтому, конечно, здесь есть эти аспекты. Еще один важный аспект, кроме вот такого геополитического, это то, что у Индии, в отличие от Китая, продолжается рост населения. И это приводит к тому, что идет постоянное реинвестирование в экономику. Поэтому любые предприниматели прекрасно понимают, что у них будет спрос на их товары. Это касается как товаров широкого потребления, электроники и так далее. Так это касается и каких-то, в том числе, стратегических товаров, производства стратегических товаров. Потому что все понимают, что эта экономика будет расти дальше, и она будет постоянно давать спрос. Поэтому здесь вот несколько факторов, которые работают, скажем так, на индийскую экономику, они присутствуют. Так что, наверное, примерно вот такой будет короткий ответ на этот вопрос. Скажите, вот вы сказали о том, что, в частности, американский бизнес переводит, да, простите, за тавтологию свой бизнес в Индию. То есть это из Китая? То есть просто буквально берет, переносит производство из Китая в Индию? Это так происходит? Вы знаете, эта стратегия присутствует у американского бизнеса, потому что, как только Трамп начал говорить в открытую уже о противостоянии с США, как только рухнула вот эта концепция Чемерика, да, китайско-американского взаимодействия, возникла очень серьезная идея того, что надо релацировать бизнес в близлежащие страны. И основными, конечно, претендентами выступали совсем близлежащие страны, такие как Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Но очень многие бизнесмены начали задумываться именно об Индии. Здесь, вы понимаете, как бы перевод, это как производство в Китае. То есть вы одновременно присутствуете на местном рынке, огромном рынке, да, китайском, полтора миллиарда потребителей, и можете производить товары за счет дешевой рабочей силы на экспорт. Здесь ровно та же самая картинка. То есть у вас, опять-таки, полтора миллиарда рынок, который, да, население достаточно бедное, это надо признать. По сравнению с Китаем, доход на душу населения в Индии, он просто, это, ну, это, что называется, земля и небо. С одной стороны, это преимущество, да, конкурентное преимущество, то, что низкая заработная плата. С точки зрения, да, рабочей силы, конечно, потому что, когда у вас в Китае средняя заработная плата уже выше, чем, ну, вот мы недавно получали такую информацию, уже выше, чем в России, да, то, соответственно, вы понимаете, что, как бы, дороговато уже рабочие китайские обходятся. А в Индии, конечно, это совершенно дешевая рабочая сила, это плюс. Но там будет, конечно, очень важно сейчас для индийского и правительства, и для индийского бизнеса, это, конечно, укрепление и, скажем так, расширение среднего класса в Индии. Это очень важно для них. Потому что сегодня, да, они имеют средний класс по разным оценкам. Средний класс у них, кто-то называет цифрой 150 миллионов человек, кто-то называет цифрой 250 миллионов человек. Но это, тем не менее, скажем так, средний класс, который еще может прирастать. Когда у вас полтора миллиарда человек, 150 миллионов, даже 250 миллионов – это не самая большая цифра. Но для бизнеса, как вы понимаете, да, такой объем платежеспособного населения – это серьезное подспорье. Поэтому так это и происходит. Другое дело, что, конечно, надо понимать страновые различия между Индией и Китаем. Все-таки в Китае более, скажем так, как бы корректно выразиться, более дисциплинированная система. То есть в Индии есть некоторые моменты, связанные с тем, что вы не можете так жестко, скажем так, взаимодействовать с рабочими. Есть определенные моменты, скажем так, культурологического характера. Мурат, я пытаюсь сейчас как-то вот аккуратно это все выстраивать, да, чтобы никого не обидеть в данном случае. Но в Китае, проще говоря, система пожестче. И для бизнеса это всегда огромный подспорь. Поэтому очень много есть экспертов сегодня на Западе, которые говорят о том, что вот этот перенос, скажем так, масштабный перенос, он будет затруднителен. Потому что есть разница между вот культурой, скажем так, ведения дел в Китае и культурой ведения дел в Индии. Буду с вами честен. Я думаю, что это не такая большая проблема, потому что в начале 80-х годов, когда Дэн Севапи начинал свою реформу, про Китай тоже все говорили. Слушайте, это там окраина мира, это какая-то там огромная помойка. Люди, никто не умеет работать, да, они все там коммунисты и так далее. Тем не менее, мы видим, во что сейчас превратился в Китай. Так что Индия вполне по этому мотиву, мне кажется, все-таки может пройти. Ну да, говоря о ментальных различиях, мне еще вот приходит в голову такая вещь, как кастовые различия в Индии. Интересно вообще, это как-то сказывается на бизнес-этике индийского общества? Наверняка там есть какие-то касты, которым просто не разрешено работать в производстве, например. То есть, как-то они должны решать, наверное, эту проблему? Ну, у вас на самом деле, смотрите, ну, конечно, вы вряд ли увидите какого-нибудь там Брахмана, да, высшей касты, высшей категории, которая у вас работает чернорабочим, но, как правило, так не бывает. В чем проблема кастового общества, вот эта система Варна и так далее? В Индии существует несколько совершенно закрытых сообществ, которые друг с другом особо не пересекаются. То есть, да, есть какой-то там каста слуг, условно говоря, вот она видит своего господина, когда там утром накрывает на стол. Другое дело, что, конечно, вот эта прослойка тех же самых шатриев, это воины, прослойка тех же самых брахманов, это высшая каста, да, жреческая, она не такая большая, как это в любом мире, всегда элита, она, мягко говоря, не очень крупная. Но там предусмотрено, например, касательно бизнеса, есть каста Вайшья, это торговцы, это, собственно, промышленники, торговцы, пожалуйста, вы можете этим заниматься. Это достаточно немаленькая структура. Я бы сказал, что кастовая система – это самая главная проблема для экспорта, скажем так, индийской какой-то концепции в мир. Вот это для них самая большая проблема, потому что экспорт индийской цивилизации из-за наличия вот этой кастовой системы, он очень сильно ограничивает возможности. Единственный, пожалуй, успешный, скажем так, пример экспорта цивилизационного, какого-то идеологического – это был буддизм. Если вы вспомните, там, в 90-е, в начале 2000-х было поколение New Age, да, и так далее, буддизм – это была просто такая, действительно, очень популярная концепция. Вот, там, Далай-Лама был главным человеком для огромного количества людей на Западе и прочее. Ну и в двери, в двери, в то время, извините, я вас перебью, ко всем стучали с двери люди и предлагали бхагавадги, тут было такое явление. Да, 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 да. Вот, вот это все было, да, но в то же время, понимаете, тут как бы проблема заключается в том, что как раз-таки вот из-за наличия кастовости в обществе это очень тяжело экспортировать вовне. Именно поэтому индийская цивилизация страшно древняя, но она при этом все-таки ограничена практически вот полуостром, Индостан, несколькими странами вокруг. Они не могут эту цивилизационную концепцию сильно продать вовне. И даже Болливуд, который снимает огромное количество фильмов, он работает на внутренний рынок, да? Он работает на внутренний рынок, понятное дело, есть рынок там еще Южной Азии, где это тоже все покупают. Долгое время, я помню, в период моего детства в Азербайджане индийские фильмы пользовались страшной популярностью, все помнят фильмы там «Танцуй, танцуй», вот это все и так далее. Но есть момент, связанный с тем, что цивилизационные для них будут ключевой проблемой лет через 30, когда они попытаются уже себя экспортировать. Такая же проблема, кстати, у Китая, потому что вот эта концепция экспорта через институты Конфуции и так далее, она тоже не дала глобального результата. То есть, условно говоря, принципы популярной западной культуры, они намного быстрее понимаются людьми во всем мире, чем те же самые идеи, которые приходят из Индии или из Китая с точки зрения устройства собственной жизни, какого-то примера и так далее, и так далее. И вот кастовость – это как раз та зона, которая очень сильно будет мешать Индии в будущем, но от нее они не откажутся никогда. Это матрица цивилизации, отдельно стоящая индийской цивилизации, на этом очень сильно у них строится вся их история. Отказаться они от нее не могут, но она им будет очень сильно мешать вовремя. Руслан, я не могу отказать себе в роскоши сделать такой маленький офф-топ, потому что вы затронули очень интересную тему. И хотя она не касается актуальности, но мне кажется, очень интересно. Вы сказали о том, что ни Китай, ни Индия не могут с тем же успехом экспортировать свою культуру, так же, как это сделали, например, американцы, британцы. Вам не кажется, что это связано именно с тем, что и Китай, и Индия, то есть, не связано ли это с конфессиональными отличиями? Так как, вот даже получается, что христианам легче экспортировать свою культуру мусульманам, потому что это монотеисты и те, и другие. Есть такое вот, хотя вроде бы, большие отличия между конфессиями, но какое-то и родство есть? Вы знаете, да, это может быть, потому что, условно говоря, китайская философия, она не всем понятна. С другой стороны, я вот вашим зрителям от души рекомендую прочитать Дао Дэ Цзин. Звучит страшно, это основание даосизма. Слушайте, это книга, которая была написана в пятом веке до нашей эры, она написана самыми простыми словами, она понятна абсолютно каждому человеку. Но в то же время для многих это некий такой вот, знаете, порог. Да, вот я не могу это через себя переступить, китайская философия это что-то очень сложное, я туда лезть не буду и так далее, и так далее. То, что касается, я-то говорил больше о массовой культуре. И, возможно, вы здесь правы с точки зрения того, что у всех монотеистов есть некие внутренние паттерны, да, основанные на этических каких-то комплексах. И понятное дело, что когда идет американский фильм, в котором там, я не знаю, там жена любит мужа, у них заболел ребенок, он всем понятен, да, этот сюжет. Как бы вот надо сейчас вот посочувствовать этим ребятам и прочее, прочее. Возможно, это есть. Другое дело, что есть, наверное, еще проблема, связанная, скажем так, с не то чтобы расовой дискриминацией, но с некоторыми расовыми различиями, да. То есть, как бы, условно говоря, индийская внешность, может быть, не так воспринимается во всем мире популярна, как эта внешность там хоть американской актрисы. Хотя были примеры той же самой Ашвара и Рай, да, которая там во всем мире известна, и огромное количество мужских сердец она успела завоевать и так далее. Вот. Но в то же время, вот, есть определенные, да, такие проблемы. Возможно, что вы здесь правы, что монотизм на это как-то влияет. Мне кажется, что здесь просто есть проблема, скажем так, несильной развитости. Хотя сама концепция soft power и в индийской, и в китайской цивилизации, они в свое время проработали огромные массивы и как будто немножко вот остановились на этом. И сейчас нужны какие-то, возможно, изменения внутри и буддизма, и индуизма для того, чтобы это смогло двинуться вовне. Потому что даже у нас, в Москве, у нас достаточно популярны были кришнаиты, и сейчас они там где-то по Арбату ходят. Но, понимаете, это немножко экзотика. То есть это не, вот, мне, например, сложно сказать, вы знаете, я тут вот посмотрел на ребят, и я подумал, почему мне не стать кришнаитом, да, к примеру. Вот для меня это экзотика, это какой-то, ну, да, очень интересно, очень приятно, что они ходят. Ну, спасибо большое, можно я пойду уже заниматься своим делом. Вот, сложность экспорта вот этой культуры, сложность экспорта вот этого soft power из Китая и Индии, они очень до сих пор остаются. Еще один момент, наверное, знаете, очень многие люди, которые занимаются, скажем так, увлекаются вот этими культурами, там есть проблемы, связанные с тем, что даже внешние вот изменения, там люди начинают одевать, например, там, какую-нибудь китайскую одежду, или на манер, там, индийской одежды как-то одеваться и так далее, это ведь вас сразу выделяет из общества, понимаете, из стандартов, в которых живет общество. Это тоже определенная вот такая проблема, и даже послы вот этих культур, которые возникают в разных странах, я уверен, там, ну, у нас такие есть, там, кто увлекается Китаем, Индией, я уверен, в Азербайджане, наверное, есть такие люди, которые плотно этим заняты. Они немножко всегда вот выделяются, это тоже вот не дает возможности, скажем так, широкого охвата, да, потому что, ну, человек, животное все-таки социальное, мы как-то в этом плане стараемся, ну, согласитесь, не сильно выделяться, да, там, условно говоря, прическу а-ля иракист, значит, не все, да, вот, то есть есть такие моменты. Это может быть с этим связано как-то. Ну, отлично, спасибо вам за этот экскурс, короткий, точнее, не экскурс, а такой, за ваши размышления на эту тему, да, вернемся теперь к актуальным проблемам, вот Индия, мы знаем, что также выступает конкурентом Китаю в стратегии, так сказать, торговых путей, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас, как сейчас происходит эта конкуренция? Ну, вы знаете, там серьезнейшая схватка, это серьезная схватка, это по-настоящему серьезные дела, за Индию сейчас идет огромная война, огромная война идет за Индию, за Индию сегодня конкурируют два блока, блок, с одной стороны, условно-то, скажем, евразийский, БРИКС-ШОС, а с другой стороны, западный блок, потому что Индия, несмотря на то, что она член БРИКС, несмотря на то, что она член ШОС и так далее, Индию очень тяжело, в отличие от России и Китая, назвать вот какими-то полюсами вот этого антизападного, скажем так, движения, поэтому конкуренция идет очень серьезная, когда формировался АУКОС, место для Индии там всегда присутствовало, то есть, понятное дело, что очень хорошо, что в этом союзе есть Соединенные Штаты, Великобритания, такая большая страна, как Австралия, но всем было понятно, что для этого союза это просто костяк, нужно будет, что называется, мясо, и вот Индия, для этого подходила. Это первый момент. Второй момент, что касается торговых путей. Индия находится, как вы знаете, в серьезных противоречиях с Китаем. Есть три региона, за которые они, скажем так, спорят. Это регион Аксайчин, это Ладак, и это, собственно говоря, ну, многие эксперты, кстати, называют это как единый подборок, это все касается штата Джамму и Кашмир, это север Индия. И вторая проблема, это штата Роначал-Продэш, это восток Индии, опять-таки, есть там территориальные претензии, это все гористые зоны. В свое время просто прочерчивали англичане карты так, что до сих пор все уверены, что это моя гора, нет, это моя гора, давай мы это, так сказать, и поделим. Причем это горы, там, по 8 тысяч метров, это, то есть, бесплодная равнина, бесплодная совершенно горная зона. Но, тем не менее, эти конфликты присутствуют, Индия и Китай очень так аккуратно их обходят, там, пограничникам выдаются только палки, у них нет огнестрельного оружия, чтобы не дай бог, две ядерные державы. Но в чем, как бы, затык этой всей ситуации? У Китая весь экспорт морской. Сейчас, чтобы наши зрители понимали, в чем будет суть вот этого противостояния, весь экспорт идет через море. Это 80% там китайского экспорта, это порты там Южного Китая. На море Китай можно перекрыть в несколько ходов. Да, у вас, условно говоря, вы перекрываете Малакский пролив, все, Китай уже, так сказать, фактически не может ничего экспортировать, у него остается только вот Тихоокеанское направление. Индия в этом вопросе для стран Запада при противостоянии с Китаем бесценна, потому что Индия, например, владеет Никобарскими островами, которые сейчас потихонечку обустраиваются, там будет серьезная индийская база, которые, возможно, будут пользоваться американцами. А это чуть севернее острова Суматра, то есть это выход из Малакского пролива, автоматически вот такая история. Это первый момент. Второй момент, и сама Индия, и сам Китай не прочь поиграть вот в это противостояние. На сегодняшний день мы наблюдаем две стратегические линии геополитического противостояния Индии. Это столкновение, так называемое, жемчужное и алмазное нити. Об этом мало говорят, но тем не менее. Что она означает? Индия и Китай обрастают союзниками по всему вот этому Индотихоокеанскому региону. Каждый из них выбирает себе партнеров, заключают союзы, идет определенное формирование вот этого будущего противостояния. Классический пример. У Китая замечательное отношение с Пакистаном. Это и понятно, потому что у обоих проблемы с Индией. В Пакистане построен порт Гавадар, это китайский порт. Что делает Индия? Индия сразу же в Иране, что называется, по соседству с Пакистаном, выстраивает порчу Бахар и заявляет о том, что вот, пожалуйста, Китай простраивает пути из, условно говоря, своей территории на порты Аравийского моря. Мы тоже формируем такую же структуру, которая стоит потом основанием, например, Север-Юг, коридора. Насколько преуспела Индия в этом своей инициативе? Смотрите, на самом деле у них есть успехи, потому что у китайцев, конечно, намного быстрее продвинулись, потому что для них это более давняя стратегия. Китай, например, имеет позиции в таких важных точках, как Джибути. Не все знают о существовании этой страны, но это страна, которая перекрывает Бапальмадерский пролив вообще-то. Индия в ответ очень хорошая сделала свое обложение на юго-западе Амады. То есть она тоже вот этот вот Адамский залив, она начинает потихонечку перекрывать. То есть каждый из них пытается сегодня выстраиваться. И если мы будем говорить о всех странах, ну, смотрите, фактически сегодня все страны, которые выходят на Индийский океан, большая часть этих стран, она уже поделена. Вплоть до таких государств, которые совсем могут показаться экзотическими, там в Танзании серьезное китайское присутствие, в том числе военно-морское. А Индия сразу же напротив Танзании, на Сейшелах, строит военно-морскую базу свою. То есть они готовятся. У Индии очень серьезные сегодня взаимоотношения с Японией выстраиваются, кстати говоря. Потому что, ну, понятно, как сказать, друг моего врага всегда, враг моего врага всегда мой друг, да. И так далее. То есть там идет очень серьезное движение, и это движение начинает касаться уже и постсоветского пространства. И постсоветского пространства. Почему? Потому что Индия подопоздала, на самом деле, в Центральную Азию. Это факт медицинский. Они это понимают. Там очень крепкие позиции Китая. Но Индия постепенно начинает заходить туда. В Индии есть определенные возможности, там экономически заходить, например, через формирование фармакологии, да, фармакологических производств и так далее. У них это очень развито. Но, собственно говоря, и в вашем регионе вы уже чувствуете появление Индии. Поставки оружия в Армению. Да, потому что у Азербайджана хорошее отношение с Пакистаном. Индия делает для себя автоматический выбор. Ага. У Турции хорошее отношение с Пакистаном. У Азербайджана хорошее отношение с Пакистаном. Простраивается коридор север-юг. Давайте у него будет альтернатива. Потому что завтра Пакистан может попросить Баку о том, чтобы притормозили, например, грузы, идущие из Индии, там, условно, я не знаю, в России. Да, или куда-нибудь там через Грузию в Европу. Это вот часть вот этой геополитической игры. В то же самое время, учитывая то, как Индия болезненно реагирует на, скажем так, азербайджано-пакистанские отношения, быстро пытается заходить в Армению. Обратите внимание, как сразу Китай делает ход, и у вас подписывается соглашение. Вот в рамках ШОС сейчас были серьезные договора подписаны между Китаем и Азербайджаном о стратегическом партнерстве и так далее. То есть вот эти две нити, которые обычный человек не чувствует, не видит, большинство просто не знает. Они уже давно формируются, и идет постоянное взаимодействие с самыми разными странами. Понимаете, вплоть до экзотических стран, там Африки, у Индии отдельное взаимодействие с Монголией, например, и прочее. К чему они готовятся? У обоих стран понимание того, что это уже крупнейшие экономики мира. Я вам скажу так, что по паритету покупательской способности китайская экономика номер один, индийская номер три. По номинальному ВВП там тоже недалеко ушли Китай второй, Индия пятая. По расчетам МВФ, по всем этим показателям о номинальном ВППС в 50-м году, это будут две самые большие экономики мира. Китайская первая, индийская вторая. У них есть определенные геополитические проблемы в взаимоотношениях друг с другом. Они готовятся к очень серьезной игре. Очень серьезной игре, по сравнению с которой нынешнее противостояние в рамках Восток-Запад покажется просто таким детской игрой в песочнице. То есть могут ли... Да, так сказать, докончите мысль. Это две древнейшие цивилизации, понимаете? Это как тот случай, когда вы наблюдаете очень красивую, интереснейшую игру, там, я не знаю, двух мастеров спорта по шатматам, а потом за стол садятся два старых гроссмейстителя. Вот это совсем разные уровни. Может ли конфликт между Индией и Китаем достичь горячей стадии полномасштабной войны? Я думаю, что именно полномасштабной войны не будет. Обратите внимание, что в конце 90-х Индия и Пакистан стали ядерными державами. Мы забыли о масштабных каких-то столкновениях в Джамме и Кашмире. Ядерное оружие очень сильно охлаждает пыл у самых даже, так сказать, глуповатых политиков, как правило. Поэтому я не думаю, что здесь будет прямое столкновение. Другое дело, что огромное количество стран в близлежащих регионах будут испытывать на себе очень серьезное давление, как со стороны Пекина, так и со стороны Нью-Деля. Это вот будет перспектива там лет, наверное, через 10-15. Это будет очень серьезная перспектива. И там могут возникать разного рода конфликтные ситуации, в том числе. Как обычно, большие страны очень любят использовать малые страны для, так сказать, выяснения собственного статуса. Условно говоря, мы с вами две большие страны, мы выбрали какие-то две маленькие. Вот посмотрим, кто из них победит. И в результате будем уже между собой выяснять, кто из нас тут имеет право на какие-то большие позиции и так далее. Вот это будет, к сожалению, очень большая такая угроза для этой ситуации. Что является защитой от этой ситуации? Сегодня формируется все-таки новый мировой порядок. И я очень надеюсь, что это, скажем так, будет успешным проектом. Я в это просто верю. Поймите меня правильно. Потому что мой разум мне подсказывает, что человек пока не сильно изменился по сравнению с тем, каким он был там 2000 лет назад. И тем более, каким он был 50 лет назад. Эта игра в царя горы, она, к сожалению, для всех стран, она как такое испытание, которое не все проходят. Но сегодня есть надежда того, что будет действительно вот этот многополярный мир формироваться на принципах взаимного уважения. И тогда будут создаваться институты, которые будут позволять все-таки не доводить до полномасштабных конфликтов. Я очень хочу надеяться, что это так будет. Другое дело, что, еще раз, человеческая природа. Но, возвращаясь, это такое отступление, можете потом вырезать. То, что касается противостояния Индии и Китая, я думаю, что это будет именно большое геополитическое противостояние. Именно геополитическое. Здесь не будет вот такой прямой ситуации. Но зачем? Поймите, страны густонаселенные. То есть, условно говоря, даже небольшой, относительно небольшой китайский ядерный запас. В Индии там сотни городов, миллионников. Но это страшная трагедия. Аналогичная с Китаем. Поэтому, я думаю, они будут этого избегать. Но будет очень серьезное противостояние по всей этой цепочке. Начиная от самого Дальнего Востока. Я обозначил позиции Индии в Японии. Вы знаете о позициях Китая, например, в Северной Корее. Аналогичная ситуация южнее у вас во Вьетнаме. Уже взаимодействие с Индией идет. У Китая там, кстати, очень большие проблемы. Потому что там еще американцы на Филиппины забираются. У Китайцев сейчас Южно-Китайское море. Но я считаю, что они сами здесь виноваты. Потому что они объявили, что вы знаете эту историю. Они объявили все Южно-Китайское море своей территорией. Это, во-первых, противоречит международному праву. И, естественно, все соседи здесь сразу задались вопросом. Почему так-то? А наши куски моря где? А море богатое, кстати. Там нефть и газ залегает. Плюс торговые пути. И аналогичная история, я говорю, будет, конечно, в регионе бассейна Индийского океана. Ближний Восток это очень сильно коснется. Вот один пример просто приведу. Обратите внимание, как только были договоренности между западными странами и Индией о том, что будет прокладываться новый торговый путь из Бомбия через Эмираты, Саудовскую Аравию, далее в Израиль и порты Средиземного моря израильские. По совпадению. Да, Мурат? Мы сейчас говорим просто это совпадение. Чистой воды, конечно, просто совпадение. Буквально через месяц начинается вот эта трагедия в Палестине. 7 октября атака на Израиль и так далее. То есть мы видим, как вот эти механизмы иногда не просто формируются, а иногда эти механизмы даже начинают как-то вот там, где надо, скажем так, вдруг запускаться. Потому что были серьезные риски. Скажите, Руслан, а вам не кажется, что, ну вот вы рассказали о том, что Индия после того, как Китай, так сказать, производит какое-то действие своей геостратегии, Индия тут же пытается нанести какое-то, нанести, компенсировать это своим каким-то действием. Буквально повторяя некоторые шаги. Но вам не кажется, что Китай в данном случае действует проактивно, а Индия реактивно? И в данном случае Китай всегда опережает Индию. Совершенно правильно вы говорите. Все так и есть. Почему? Потому что Индия пока только запускается в этом механизме. Она пока только запускает игру. Но обратите внимание, что Индия делает действия, которые Китай не может произвести. Например, провести военное учение с американцами. А потом приехать совершенно спокойно на саммит БРИКС, например. Понимаете? Вот у нее есть возможность этого балансирования. Это огромное стратегическое преимущество. Потому что у Китая фактически после линии Трампа Китай зажат в угол. У него нет вариантов. Ему выдает конкретный путь. Противостояние с американцами. А у Индии, простите, у нее огромные перспективы взаимодействовать с теми и с другими. Но при этом, в чем сила индийской дипломатии? Я помню, как была ситуация 1922 года. Когда только начались военные действия на Украине и так далее. И было очень серьезное давление на господина Джайшанкара. Это министр основных дел Индии. Он говорит, на него очень сильно были нападки. Вы покупаете российскую нефть. Она там вся кровавая и так далее. Это традиционная западная нарратива. А его ответ был блистательным. Он говорит, почему вы считаете, что мы что-то там не так делаем? У нас есть национальный интерес. Россия предложила хорошую цену за нефть. Мы ее покупаем. Вы же покупаете газ. Но тут, говорит, Европа еще покупала газ. Он говорит, вы же покупаете газ. То есть они всегда готовы здесь действовать строго в национальных интересах. И это дает им возможность не переходить от определенных границ. То есть не переходить в категорию, скажем так, каких-то союзов с большими странами. Я сейчас об нее ведал. Но в то же время находить варианты баланса между этими странами. Это огромное стратегическое преимущество Индии. Это будет ей давать очень серьезную перспективу. Поэтому у Китая в этом плане посложнее. Потому что да, у Китая очень хорошие отношения с Россией. Хотя они никак не могут перейти, например, в категорию военного союза до сих пор. То есть это все остается в категории. Да, у нас стратегическое партнерство. Очень стратегическое партнерство. Совсем стратегическое партнерство. Но вот проблемы, это уже проблемы китайцев самих. Они не очень любят союзы заключать. Надо уже отдельную программу делать по поводу китайской политики. Принцип взаимодействия поднебесной с соседними варварами и так далее. Они не любят союзы заключать. А вот у Индии как раз таки, да, у нее есть определенные преимущества. И я думаю, что вот этот принцип проактивности, он в какой-то момент у Индии будет намного более эффективным, скажем так. То есть их проактивность, она может быть не будет такой большой, такой, что называется, количественно большой. Но она будет качественной, намного более высокого качества. Да, кстати, вы сказали о гибкости индийской политики по сравнению с китайской. Если я не ошибаюсь, даже в эпоху, так сказать, пика взаимоотношений между Индией и Советским Союзом, эпохи Индиры Ганди, даже тогда, по-моему, Индия проводила многовекторную политику и вполне себе нормально строила отношения с США. Ну, скажем так, они не ссорились с американцами, это точно. Касательно Индиры Ганди, здесь же огромное количество есть обвинений, что она чуть ли не агентом КГБ была и так далее. Это чистой воды, конечно, спекуляция, но оставим это на совести людей, которые это пишут. Но то, что, конечно, крен был про советский, это так. Но тут другой был момент, понимаете, почему Индиры Ганди так активно взаимодействовали с Советским Союзом? Кроме того, что Советский Союз помогал в модернизации Индии, в индустриализации Индии, а это серьезная была оказана помощь, в Индии это, кстати, до сих пор помнят. Там еще была вторая проблема. Пакистан был союзником Соединенных Штатов. Вот и все. И у Пакистана были хорошие, вот тогда Пакистан маневрировал, потому что у него были хорошие отношения и с Китаем, и с Соединенными Штатами. Пакистан мог себе это позволить, потому что была дипломатия Киссинджера, которая позволяла Китаю и Соединенным Штатам в этом регионе очень неплохо себя чувствовать и работать руководку. Классический пример Афганистана, где во время советского вторжения, соответственно, и Китай, и Соединенные Штаты, они на самом деле руководку действовали против Советского Союза. Об этом мало кто говорит, все помнят про поставки стингеров, там визиты Збигнева-Брежезинского в лагеря, так сказать, в Уджафедов, да, но там и китайская была очень серьезная работа. И вот поэтому, конечно, они ближе к Советскому Союзу, потому что Пакистан был американским. Здесь надо было очень четко выбирать. Там Пакистан маневрировал. А сегодня у Индии есть такая опция, это очень важная опция. Скажите, Руслан, у нас осталось немного времени. Да, последний вопрос я хотел бы задать в связи с переизбранием, значит, на Ренд... Точнее, с получением большинства голосов партии на Ренд-Ремоде и, соответственно, его переназначением на третий срок. Кстати, сколько лет он еще будет, так сказать, во главе правительства? Ну, на пять лет еще избрался. На пять лет. Пять лет у него есть. Можно ли делать какие-то прогнозы на эти пять лет? Что будет делать Индия в экономике и во внешней политике? Индия будет, что называется, устойчивой и постепенно развиваться. Вот и все. Задача во внешней политике сегодня не... Извините за выражение, не вляпаться в какие-то ненужные кому-то международные разборки, оставаться в роли, скажем так, такого вот партнера для всех. Я думаю, что они это будут делать и дальше. Вот. Второй момент. По касательной экономике, да, развиваться, привлекать новые инвестиции. И они сегодня это могут делать, причем из разных концов. Это не только западные инвестиции. Я обращу ваше внимание, что сейчас, например, российские инвестиции пошли. Потому что развилась торговля между Россией и Индией, но развилась пока очень атосторонней. Например, вот за прошлый год у нас объем торговли с Индией составлял где-то 65 миллиардов долларов. При этом это практически целиком это российский экспорт. Россия очень большое количество получила ропика, с которой, как вы знаете, конвертировать не очень получается. В результате инвестиции в индийскую экономику. То, что предложили индийцы. Я скажу честно, у нас в России много критиков этой схемы. Я считаю, что это правильная схема, на самом деле. Потому что, как говорят ребята с Уолл-стрит, если вы хотите есть сейчас, вкладывайте в американскую экономику. Если вы хотите накормить своих детей, вкладывайте в китайскую. Если вы задумались о том, как накормить внуков, вкладывайте в индийскую. Поэтому здесь, возможно, это будет успешная линия для российских инвестиций. Но Индия будет получать эти инвестиции. Индия будет расти. Я могу даже с точки зрения энергетики здесь вам сказать, в 2023 году потребление природного газа в Индии было 65 миллиардов кубов в год. На 30-й год они прогнозируют потребление в 200 миллиардов кубов. Это означает только одно, что они будут очень серьезно наращивать промышленность. Вот и все. Они будут расти. Это их план. И план единственно верный. Расти экономически, развивать новые отрасли. Они будут помогать в развитии собственных, так сказать, индустрии новых и прочее, прочее. Их в этом плане ничего не останавливает. У них это вполне может получиться. Поэтому как-то так. А во внешней политике, я думаю, что Индия будет продерживаться того же самого принципа равноудаленности, многовекторности в самом хорошем смысле этого слова. Потому что Индии сейчас надо расти. А для этого и надо быть в контакте со всем миром. Понятно. Ну что ж, из нашего разговора можно сделать вывод, что всем нашим экспертам можно посоветовать еще более пристально наблюдать за Индией и изучать ее еще более глубоко. Спасибо вам, Руслан, за столь интересную беседу и за то, что нашли время поговорить с нами. Мурат, спасибо большое вам за внимание к моей скромной персоне. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, с нами был Руслан Сафаров. До новых встреч. Продолжение следует...